Хантер Томпсон Лучше, чем секс Старая женщина шла по дороге и увидела, как банда головорезов бьет ядовитую змею. Она спасла змею и принесла ее к себе домой и ухаживала за ней, пока змея не выздоровела. Они стали друзьями и жили вместе много месяцев. Однажды они вместе пошли в город, и старая женщина подняла змею на руки, и та укусила женщину несколько раз подряд. — О, бог! — закричала женщина. — Я умираю! Почему? Я была твоим другом! Я спасла твою жизнь! Я доверяла тебе! Почему ты меня укусила? Змея посмотрела на нее и сказала, — Леди, вы знали, что я змея, когда поняли меня первый раз. Четвертое. Поправка к Конституции США. Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или торжественным заявлением. При этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту. Ворон. Ты, пророк, — вскричал я вещий, — птица ты, льдук зловещий, вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь всегда, — каркнул ворон никогда. И сидит, сидит зловещий ворон черный, ворон вещий, с бюста бледного паллады не умчится никуда. И душа моя из тени, что волнуется всегда, не восстанет никогда. Эдгар Аллан По, 1845 год. Перевод Константина Бальмонта. Хроника кампании, которая начинается на странице 54, является тем, чем выглядит, перекидным календарем реальных событий, больших и маленьких, событий, которые оставили след в президентской кампании 1992 года. Жизнь шла вперед, и не так уж много изменилось за эти убогие недели. Но если сегодня вечером в Грязьвилле, Мадвилле нет веселья, хроника кампании объяснит, почему. Хантер Томпсон. Часть первая. Гонза. Глава первая. Авторские заметки. Признание наемного стрелка. Жестокий юмор на предвыборной тропе. От убийства Джона Кеннеди до преступлений Маркиза де Садда. Тонкая молодая рука. Линия точек от уколов. Найди ее. Воткни иглу и толкай поршень, наблюдая, как оглушает Джанг. Веди дерьмо полностью. Напитай Джангам каждую голодную клетку твоего молодого тела. Уильям Берроус. Машина размягчения. Джон Кеннеди отвоевал белый дом у Ричарда Никсона в ходе безумной избирательной кампании. Тогда целое поколение американцев превратилось в политических Джанки. За свои труды Джон Кеннеди получил пулю в голову. Убит в Далласе несчастным сумасшедшим по имени Освальд, который работал то ли на Кастро, то ли на мафию, а может быть на Джимми Хоффа, ЦРУ, свою властную госпожу или гнусного дегенерата шефа ФБР Эдгара Гувера. Список длинный и безумный. А может быть с травяного холма стрелял первый муж Мэрилин Монро? Кто знает. Целое поколение американских журналистов все еще испытывает неловкость из-за того, что не может ответить на этот вопрос. Покрытый травой холмик на площади Диле в Далласе, с которого предположительно был сделан выстрел, убивший Джона Кеннеди, назвали травяным холмом. Со временем травяной холм стал сленговым выражением, которое используется для обозначения заговора, сокрытия улик и тому подобных вещей. Дух Джона Кеннеди будет бродить по американским коридорам власти, пока трава будет зеленой и реки текут к морю. Даю слово, Буба. Я слышу его шаги вот уже тридцать лет. И я по-прежнему чувствую вину из-за того, что не в состоянии объяснить сыну события, которые произошли в мире за время моей жизни. Однако не так давно я дошел до предела отчаяния и признался в убийстве Кеннеди. Ясным утром мы сидели в ресторане в Баулдере и заканчивали завтрак. Стильное место рядом с университетским городком. Здесь благопристойные люди могли встретиться, придя якобы прямо из церкви и по-светски надраться белым вином, сидя рядом с мимозами. Между столами стояли папоротники и пальмы в горшках. Яркие оранжевые цветы свисали из подвешенных ваз. Сам не могу объяснить, почему я начал рассказывать о том деле. Всю ночь накануне я даже не прилег. Мы с Алленом Гинсбергом, поэтом и моим давним другом, пили виски и скользили в пропасть алкогольного безумия. Это было прекрасно. Но когда наступил полдень, моя голова все еще слегка кружилась. «Сынок», — сказал я, — «жаль портить тебе завтрак, но пришло время сказать тебе правду о том, кто убил Джона Кеннеди». Он кивнул в ответ. Я старался говорить низким голосом, но мне мешали эмоции. Это был я. Я тот человек, который застрелил Джона Кеннеди. «Что?» — сказал он, быстро оглянувший, чтобы проверить, слушают ли нас соседи. А они слушали. В любом месте земного шара упоминание имени Кеннеди всегда заставляет повернуться несколько голов. И только бог знает, что может почувствовать профессор американской политической истории, услышав, как какой-то седой головорез, сидя в уютном баре, признается своему сыну в том, что он убийца Джона Кеннеди. Такие фразы не остаются неуслышанными. Мой сын наклонился вперед. Он пристально глядел мне в глаза, пока я рассказывал о деталях того дела, и объяснял, почему много лет назад хладнокровно убил президента. Я говорил о баллистике, предательстве и моей секретной работе на правительство в Бразилии в шестидесятых годах, когда я якобы работал в корпусе мира. — Я завязал с убийствами приблизительно в то время, когда ты родился, — сказал я, но до сегодняшнего дня никак не мог решиться рассказать тебе обо всем. Он серьезно кивнул, затем через секунду рассмеялся и заказал чаю. — Не переживай, отец, — сказал он. — Хороший мальчик, — сказал я. — Наконец мы можем быть честными друг с другом. Впервые за тридцать лет чувствую себя открытым и чистым. — А я нет, — ответил он. — Мне придется тебя сдать. — Что? — закричал я. — Ты маленький вероломный ублюдок! Множество голов повернулись к нам. Для них это был сверхъестественный момент. Человек, который убил Кеннеди, только что публично признался своему сыну, а теперь они проклинают друг друга. Боги, что дальше? Действительно, что? Как должно покоробить ребенка, рожденного в шестидесятые, сообщение о том, что его отец был наемным стрелком, который убил Кеннеди? Что делать? Звонить в полицию? Звонить в полицию, священнику или вести себя как таракан и не говорить ничего? Неудивительно, что бедные ублюдки из поколения Х потеряли чувство юмора в том, что касается политики. Некоторые вещи не смешны для обреченных. Особенно, если обреченные только что выбрали президента, у которого вообще нет чувства юмора. Шутки кончаются, если даже победа превращается в стремительный бег вниз по склону, к невзгодам, разочарованию и тошнотворному ощущению, что вас предали. Если вы можете смеяться, столкнувшись с такими вещами лицом к лицу, вы годитесь для работы на серьезного кандидата в президенты. Предвыборная кампания наполнена жестоким и грубым юмором. Думаете, вам нравятся шутки? Тогда попробуйте потусоваться после полуночи с наемными убийцами вроде Джеймса Карвилла или покойного Ли Эд Уотера, грязного политтехнолога, который умер от рака в 1991 году. Его смерть стала фатальной потерей для Буша в его борьбе за повторное избрание. Эд Уотер мог сказать без всякой злобы, что хочет кастрировать Майкла Дукакиса, затолкать ему в глотку его отрезанные яйца и выкинуть на пустыре в Бостоне. Эд Уотер часто говорил слова, от которых люди ежились. Сам он при этом обычно улыбался, а люди пытались смеяться. В его словах есть глубокая подоплека, размышляли они. Разумеется, он выразился, фигурально. Дьявол! В некоторых штатах вы можете попасть в тюрьму за такие угрозы. Преступное запугивание — два года минимум. Заговор для совершения убийства и или преступное нападение с намерением нанести значительные телесные повреждения. Минимум пятьдесят лет в Арканзасе и Техасе. А также похищение, смерть, изнасилование, садомия и уродование со злым умыслом. Измена, лжесвидетельство, большой сексуальный обман и заговор с целью совершения всего выше упомянутого. Шестьсот лет минимум. Получите срок. Хотя на самом деле никто ничего не сделал. Хо-хо. Как насчет колес правосудия, Бубба? Шестьсот пятьдесят два года всего лишь за несколько порций джина, выпитых за обедом, и обмен шутками среди воинов. Ричард Никсон не был мошенником. Хо-хо. Джордж Буш был чист. Хо-хо. Эд Роллинс дал взятку всем негритянским проповедникам в Нью-Джерси, чтобы получить голоса черных на выборах губернатора в 1993 году. Хи-хи. Джеймс Карвилл поджег сердце Гамильтона Джордана, а потом отказался поссать ему в глотку, чтобы ненароком не спасти его жизнь. О-о-о. Вот сорт юмора, от которого приходит восторг джанки политических компаний. Такие анекдоты они рассказывают своим детям по тем же извращенным мотивам, которые заставили меня за завтраком признаться сыну в том, что я снес голову Джона Кеннеди в Далласе. Надо быть очень подлыми, чтобы смеяться на предвыборной тропе. Нет таких вещей, как паранойя. Не каждый человек может хохотать над такими вещами. Но если хотите, чтобы вас избрали, лучше быть подлым, чем забавным. Жестокие шутки — весомая часть жизни в среде, где фанаты скорости, трудоголики и обсессивно-компульсивные политические джанки рвут себе пупки день и ночь 13 месяцев подряд на собственном адреналине и стимуляторах, которые они глотают в возрастающих дозах каждый день с надменностью того сорта, что приходит, когда вы пытаетесь скрестить чистоту и чистолюбие, а потом видите себя на первой странице Нью-Йорк Таймс на фотографии рядом с будущим президентом, который сходит с самолета в Техасе или Бостоне или Вашингтоне, окруженной бандой суровоглазых агентов секретной службы США. Агенты сопровождают вас через толпу, а толпа выкрикивает приветствие. Это острые ощущения. Они, как скажут многие, дают больше кайфа, чем любой наркотик. Возможно, они лучше, чем секс, что является странной теорией и поднимают тревожные вопросы личного характера. Но все же теория есть теория, и бывают дни, когда в нее верю даже я. Правда, верю не по-настоящему. И такие дни настолько редки, что даже не могу вспомнить, когда это было. Но когда вспоминаю, ощущение похоже на гвоздь, воткнутый в глаз. Боль проходит, но рана остается навсегда. Рубец никогда не заживет до конца, а когда кажется, что дело идет к этому, я его снова ковыряю. У меня есть рубцы, которые появились 33 года назад, а я все еще помню, как они возникли. Как будто это было вчера. Не каждый человек спокойно мирится с мыслью, что политика преступная при страсти. Но это так. Они наркоманы, и они преступники. Они лгут и жульничают, и крадут, как все джанки. А когда их охватывает неистовство, они способны пожертвовать всем и всеми, чтобы удовлетворить свою жестокую и тупую страсть. И лекарства от этого не существует. Это образ мысли, присущий наркоманам. Это политика, особенно во время президентской кампании. Когда наркоманы захватывают высокие позиции, их больше ничего не беспокоит. Они лососи, и они должны отметать икру. Они наркоманы, и я тоже. Эта рыба слышит свою музыку, а я слышу свою. Политика похожа на гвинейского червя, подкожного паразита. Он проникает в ваше тело и растет, подобно пузырю изнутри, пока не становится таким большим и сильным, что прорывается прямо через кожу. Жуткий красный червь. У него есть голова, и он похож на крошечную кобру. Червь хватает глоток воздуха и пытается дышать. Правда, такие картинки есть и в энциклопедии «Британика». Гвинейский червь существует на самом деле, как и политика. Единственное различие — вы можете избавиться от червя, схватив его за голову и намотав его тело на палочку. Червя из своей плоти надо вытаскивать очень медленно, как птица вытаскивает земляного червя из его норы. И избавиться от политической наркомании не так легко. Этот червь меньшего размера, и он мигрирует вверх к черепу, где растет, питаясь тканями. На этой стадии его нельзя обнаружить, и обычно ставится диагноз заражения обычной мозговой триматодой, что также неизлечимо. И к тому времени, когда он становится достаточно сильным, чтобы пробурить путь через мягкие точки черепа, дотронуться до него решится не каждый специалист по изгнанию бесов. Проблема гвинейского червя ограничена главным образом экваториальной Африкой, слава богу. Мы в нашей стране не готовы к таким проблемам. Снижение стандартов уровня жизни — одно дело. Но трудно привыкнуть к мысли, что любое изменение кожи на вашей ноге может быть первым признаком червя, который собирается выбраться наружу. Для нормального американца такая ситуация по-прежнему выглядит неприемлемой. Даже одиночный и подтвержденный случай заражения гвинейским червем в Вашингтоне был воспринят как дурной знак, предрекающий конец президентства Билла Клинтона. Эпидемия прикончила бы демократическую партию, и в Белый дом въехал бы лет на двадцать Патт Бьюкенен. Жуткий сценарий Бубба, но, к счастью, маловероятный. Бубба — доброжелательное обращение к брату, особенно старшему, к другу, употребляется преимущественно в Южных Штатах. За их пределами данное обращение приобретает дополнительное значение. Так называют плохо образованного человека, который имел проблемы в жизни, не преуспел в бизнесе, но остается славным малым. Бубба — одно из распространенных прозвищ Билла Клинтона. У нас в Вашингтоне достаточно проблемы без проклятого гвинейского червя. Хотя многие президенты страдали от худших вещей, такие дела всегда держат в секрете от публики. Это работа секретной службы, и она хорошо с ней справляется. Дегенераты — наша специальность, шутит один агент. Мы каждый день прикрываем такие дела, которые смутили бы маркиза де Садда.